друзья всех приветствую на торговой сессии понедельника мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал о маркет составляйте ваши вопросы в секции с комментариями не забывайте ставить лайки также друзья напоминаю что у вас есть возможность подписаться на наш телеграм-канал с торговыми идеями ссылка будет в описании к этому брифингу сегодня мы проведем очередной вебинар-стрим по самым актуальным событиям на финансовых площадках и в течение дня на нашем телеграм-канале проведем голосование относительно того какую тему вы хотите чтобы мы сегодня детально разобрали поэтому обязательно друзья подключайтесь присоединяйтесь к голосованию и давайте фидбэк это очень важно ну что же к основным событиям и тому что мы видим в моменте индекс американской валюты 90 пунктов ровно я как и ранее по-прежнему рекомендую вам смотреть только лишь вниз что касается заключительной торговой сессии прошлой недели это отголоски выхода данных по заявкам на пособие по безработице как вы помните общий показатель обращения 444 тысячи это минимальное значение с марта прошлого года то есть рынок труда постепенно восстанавливается и дальше я думаю что по мере смягчения карантинных ограничений и восстановление экономической активности мы действительно будем говорить о прогрессирующем факте этого направления и американский рынок труде труда выйдет к целевым значениям ну правда не знаю в горизонте какого периода может быть взять это оставшаяся части этого года с заходом уже на 22 но самое главное нужно ждать и рынок труда пока показывает что на прогресс сохраняется кроме того на индекс производственной активности который также был опубликован в пятницу 61 5 это значение которое свидетельствует о том что сектор тоже растет с 60 и 5 по мере рынка труда на восстановление на нем восстановление производственного сектора ранее у нас были положительные цифры и позитивная статистика по сфере услуга это все друзья располагает к тому чтобы мы сейчас активнее работали с рисковыми инструментами и много раз я уже рекомендовал вам смотреть на евро на фунта с точки зрения покупок потому что сейчас ну хороший новостной фонд мы не говорим в негативных тонах и красках к виде которые все-таки постепенно отступает энтузиазм на рынке вызванные протоколами в среду продержался недолго вы это тоже прекрасно видели некоторые члены голосующие члены американского регулятора допустили что будет уместно целесообразно рассмотреть возможность досрочного выхода из-за крайне стимулирующей политики не только после того как будет зафиксирован еще более мощный прогресс по инфляции и по рынку труда ранее на прошлой неделе я комментировал что может быть с инфляцией действительно сейчас все более-менее нормально и показатель сможет стабилизироваться в районе двух процентов но много вопросов остается еще к рынку труда поэтому я здесь предлагаю не мудрить все-таки признать эти проблемы и важность уместность сохранения пока что какое-то время еще стимулирующей политики бостик каплан и бартлин которые выступали под закрытие прошлой недели также подтвердили что пока что стимулирующий подход остается крайне актуальным в итоге друзья мягкая экономическая политика снижение доходности американских облигаций сегодня минус 0,5 процента по десятилетному с открытия и общее желание общий сохраняющийся спрос на риск все это ну по крайней мере мне создает хорошие условия для того чтобы нужно было бы удерживать короткие позиции по баксу золото 1883 доллара за трость консуль здесь мы растем цель ближайшие 1900 данные по инфляции не забывайте что у нас на прошлой неделе были не только повторное обсуждение скажем ситуация с инфляцией в сша но и актуальные цифры по индексу потребительских цен в канаде и в англии везде мы фиксируем прирост инфляции и соответственно отсюда вытекающие причины следственные связи того почему золото должно пользоваться а спросом доллар канадец 120 68 роничные продажи не разочаровали 36 процента хорошая цифра я думаю что на этом мы можем строить идею сохранения позитива в отношении канадца нам нужно добить цель 120 друзья я думаю что это произойдет в ближайшие торговые сессии bitcoin снова предпринял попытку вернуться к 30 тысячам я рекомендую сейчас держаться подальше от криптовалютного рынка мы видим как по нему был нанесен серьезный репутационный удар и всем стало очевидно что это далеко не самая лучшая среда либо способ сохранения своих капиталов только лишь потому что этот рынок очень сильно подвержен влиянию комментариев отдельно взятых людей в частности мы все прекрасно помним твиты илона маска но вот последние распродажи были вызваны все-таки такой жесткой позиции китай которые продолжают закручиваются гайки и фактически объявили вне закона все что имеет отношение к майнингу и к операциям с цифровыми валютами bitcoin на мой взгляд еще сохраняет потенциал коррекции может оказаться в районе 30 тысяч вот как только это произойдет уже поговорим как действует дальше евро против доллара 12279 лонг здесь в приоритете точнее 12179 локальный максимум сопротивление 12244 так пока не удается пробить но фон хороший индекс производственной активности не буду вам сейчас рассказывать про по регионам какая вышла статистика можете посмотреть в экономическом календаре но здесь важно отметить что составной индекс еврозоны который учитывает и производственный сектор и сферу слуха он показал хороший прирост и в целом это направление европейской экономики демонстрирует прогресса который уже стал самой настоящей тенденцией и по мере от дальнейшего ослабления карантинных ограничений возвращение инвесторов и хи сохранения мягкой позиции фид резерва евро конечно же получит потенциал возможности на прорваться выше отметки 1 2350 последние заявления совместные заявления евро группы после выхода блока данных по производственному сектору то что экономика выйдет на восстановление на экономические показатели роста ввп больше чем 5 процентов это прекрасные цифры лагард также в ходе своей пресс-конференции пятницу подтвердила что экономика восстанавливается но важно еще сохранить стимулирующие меры которые останутся актуальными еще пару кварталов точно как вы помните друзья на стимулирующих мерах мы как бы уже на опыте знаем то что это еще один фактор почему евро может расти и фунт против доллара я ранее давал рекомендацию покупать эту валюту 14147 сейчас котировки рейтерс темпо экономического роста ввп плюс 5 и 9 процента пересмотр с 5 процентов причем 5 процентов это прогноз месячной давности индексы производственной активности сферы услуг лучше некуда 66 1 это производственный сектор 61 и 8 а сфера услуг то есть в целом можно рассчитывать что прогноз рейтерс через месяц будет еще улучшены я в целом ориентируясь на то что британская экономика сможет укрепиться восстановиться до 7 с половиной процентов в рамках этого года общем фунта длинные позиции также актуальны и рынок нефти бренд 66 65 я рекомендую сделку buy stop с отметки 67 50 хочется купить даже несмотря на риски возвращения на рынок иранских производителей на глобальный рынок и роста экспорта со стороны этого исламского государства с 800 тысяч до полутора миллионов это не так уж и много друзья но даже если это произойдет то общее увеличение поставок стоит ожидать только концу года а впереди у нас 1 июня сезон ураганов в атлантике и по мнению экспертов этот год предстоящие лето также будет аномальным поэтому может быть имеет смысл заранее залезти в ланги тем более что с длинными позициями у нас довольно неплохо получается а в последние месяцы на этом собственно все хорошая вам торговой недели всем пока